От 500 гривен. От 500 гривен, минимальная, да? Что на эти 500 гривен человек может получить? Здесь стояночка для автомобилей. Почем креветочка ваша? 10 гривен. Нормально. Всем привет, друзья. Еду в Черноморск. И по дороге буду показывать и рассказывать вам, какая дорога, какая трасса, в каком состоянии. Ну и, естественно, заеду на пляж, покажу пляж, расскажу о ценах на сегодняшний день. В общем, поехали. Движение по городу оживленное. Коронавирус загнали в магазины. По улицам люди ходят уже без масок. Маски остались только в магазинах. И что интересное, не отпускают. Товар кассиры не рассчитывают без масок. Вчера я созванивался с Крымом, с друзьями. У них там совсем другая ситуация. Полный Крым туристов. Вдруг июля что-то случилось, и все поехали в Крым. И все точки торговые работают. И нигде уже практически в них не требуют, чтобы человек был в маске. В общем, сезон работает нормально. У нас вот, на всяком случае, в Одессе. Я еще не встречал магазинов, где бы нужно было получить... Получить расчет без маски. Хочу сказать о том, что... Вот ехал я... Ехал я недавно, и... Пришлось мне заправиться по дороге не очень качественным топливом. И у меня двигатель отказал. Так что, друзья, цены на топливо разные. На каждой заправке своя цена. На каждой заправке своя цена. Вот смотрите, дизельное топливо 19,49. Вот я сейчас уже на эту цену не клюну. Потому что заправился, как раз вот была примерно такая цена. То есть, нужно заправляться качественным топливом. И... Лучше пожалеть... Пожалеть свой автомобиль, чем... Чем деньги. Так, это седьмой километр. Здесь самый большой в Европе оптовый рынок. Кстати, вот сейчас одну ямку проехал такую, что если попадешь, не заметишь... Проблему на колесо найдешь. Все, едем, смотрим дорогу. Так, ну вот здесь дорожка уже как стиральная доска. Да, дорога действительно прямо как, ну вот, как стиральная доска. Трясет. Ну, зато красиво как, посмотрите. Ну, вот здесь дизельное топливо, топливо 18,99. Все равно я советую, друзья, не заправляйтесь дешевым топливом. Да, ребята, дороги здесь, конечно, ужасные, ужасные дороги. Ну, что сказать еще про дороги? Ну, не знаю. Мне кажется, по моей шкале, если оценивать эту дорогу, то ее можно оценить так. Ехать можно, но не более того. Так, ну вот, я повернул налево с трассы и, наверное, скоро буду въезжать в Черноморск. И вот здесь, друзья, дорога уже получше. Не знаю почему, но здесь уже ехать можно. Нормальная дорога. А вот до поворота на Черноморское, конечно, было ужасно. Кстати, никогда я не был в Черноморске. Мне даже самому интересно посмотреть, что это за городок такой. Ну, и показать вам. Ну, вот еду. Еду в Черноморск, и здесь дорога хорошая. Вот, проехал Молодежное и повернул направо. И смотрите, здесь совсем уже другая дорога. Друзья, здесь уже просто новая дорога. И ехать можно уже замечательно просто. Так, вот этот поворот налево и есть поворот на Черноморск. Так что, друзья, сейчас поверну налево. Я уже говорил, что никогда здесь не был. И мне очень интересно посмотреть, что это за городок. Ну, смотрите, въезд такой впечатляющий, да? Так красиво. Такие дома высотные стоят, красивенькие. Ну, сейчас посмотрим. Да, Черноморск. Здесь уже надо остановиться и разобраться, куда нам дальше ехать. Проконсультировался я, друзья, у таксиста. Таксист мне подсказал, как ехать на пляж. Вот прямо по этой улице, никуда не сворачивая. И мы приезжаем прямо к морю. Да, друзья, ну так, из окна автомобиля, как говорится, впечатление у меня пока что приятное. Такой чистый городок такой, тенистый. Смотрю, много деревьев. Очень хорошее впечатление пока что. Ну, вот уже приближаюсь к пляжу, к морю. Вот где-то на этом кругу я остановлюсь. Потому что, как мне подсказали, дальше уже море. Все, подъехал я к самому морю. Сейчас спущусь вниз к пляжу и посмотрим, какие там условия, какой пляж. Потому что я никогда не был здесь в Черноморске. Ну и заодно вам покажу. А сейчас хочу спросить цены на жилье. Вот здесь люди предлагают. Может быть, ответят по ним. Добрый день. Добрый день. Сколько у вас жилье стоит? В зависимости от условий будут вам и цены. Ну да. В зависимости от количества человек. Давайте, пожалуйста. Количество человек и количество дней. И условий. Скажем, давайте так начнем. С нами от 500 гривен. От 500 гривен минимальное, да? Что на эти 500 гривен человек может получить? Ну, допустим, будет комната, ну, общий туалет, душ. Ну, отдельно, на одного человека комната, да? Нет, не на одного, там три человека. А, три человека в комнате, да? Три-четыре человека комната. И будет чуть-чуть удаленность от моря. Есть возле моря за 1000 гривен 4 человека. Все есть. Номеры близко к морю 1000 гривен. Это тысяча гривен с человека? Нет, нет. А, это номер 4 человека. По 250 гривен с человека. То есть не очень дорого. За номер. Квартира... Да, есть комплексные обеды по 85 гривен с человека. И входит первое, второе салат, компот. Бассейны есть там же. Это удаленность от моря сколько? Где-то приблизительно 7-5 минут. Здесь город маленький, здесь максимум до моря 10-15 минут. Это если идти в развалочку с заходом в магазин. Я первый раз здесь, но у меня очень хорошее впечатление. Я посмотрел такой чистый, приятный городок. Очень. Вы понимаете, у меня есть постоянный клиент, он ездил в Затоку отдыхать. Чисто случайно... Это наши номера телефонов. Если вам надо, люди обращайтесь. Вот люди будут смотреть, потом будут обращаться. Да, без проблем. Чисто случайно заехал в Ильичок. Так же самое чужое жилье. Платят нам не вы, а платят нам хозяева. Без проблем обращайтесь. Вот моя двушечка на Парково есть хорошая. 6 человек вместимость через дорогу моря. 600-800 гривен. Но смотрят сезон. Это цены за номер, да? Нет, это за комнатная квартира. А, квартира. Все цены мы называем за сутки. За сутки, да. За сутки, да. Двукомнатная квартира моя получается от 700 гривен. Сутки, да. Так что есть, надо пацаны. Смотрите, цены в июне дешевле. Июль дороже, а самое дорогое это август. В сентябре тоже на бархатный сезон люди приезжают. И там цена, конечно, дешевле. Дешевле. Спасибо большое. Я думаю, вы полностью дали информацию для людей. Они будут смотреть и будут обращаться. Обращайтесь. Ну вот, мелкая дорога здесь. Пока что не вижу, чтобы очередь была. Но тем не менее уже все разверну. Здесь стояночка для автомобилей работает. О, вот это да! Вот это да! Посмотрите, что творится на этом пляже. Кукурузу продают, сушеную рыбу к пиву, холодное пиво. Сезон в полном разгаре, друзья. Посмотрите, раздевалочки какие аккуратненькие, красивые. Раздевалочки, переодевалочки. Посмотрите. Отдыхают вместе с собачками люди. Ну что, мне кажется, это замечательно. Пройдусь немножечко вот по этой аллейке. Я не знаю, как это назвать. Набережная, мини-набережная перед пляжем. Смотрите, погода прекрасная. Море чудесное. Сейчас найду спуск здесь где-то. И пойду покажу, какая водичка. Да, издалека видно, что вода замечательная. Ветра нету. Ну что, друзья, мне нравится. Черноморск мне понравился сам городок. И нравится пляж. Посмотрите, он оборудован хорошо. Много зонтиков всевозможных. Вот такие деревянные настилы. Сейчас впущусь прямо к морю. Я Antes перестал Dawkins. Пляж. Ветра. Спасибо за субследование. очень хорошая вода чистейшая не взбаламученная ничего вот издалека виду по чем креветочка ваша 10 гривен нормально вот видите хорошо 10 гривен и стаканчик креветки черноморской вареной рапанчики почем по чем рапаны рапанчики 50 50 что 50 сервис прямо на песке смотрите и наслаждайтесь друзья это черноморск пляж городской шикарно много людей погода прекрасная все аккуратно чисто и город хороший на этом заканчиваю рассказывать о черноморске подписывайтесь на канал друзья всем здоровья удачи счастья приезжайте отдыхать черноморск не пожалеете всем пока